Добрый день, уважаемые посетители сайта Это Нокта МД, это программа Нокта Лайф, я ее ведущий Михаил Саркили Сегодня мы проводим передачу не из студии Сегодня у нас в гостях премьер-министр республики Молдова Майя Санду Госпожа Санду, добро пожаловать в программу Нокта Лайф Добрый день Первое интервью для портала Нокта Лайф, это вообще было первое интервью, которое я делал для портала Нокта Лайф Было 20 декабря 2017 года, с вами Тогда вы еще не были премьер-министром Нет Сегодня вы, можно сказать, первый человек в государстве Если не первый, то и не второй Да, как говорят в Одессе Как вы себя ощущаете в этой функции? Хорошо Я хочу сказать, что при том, что все очень сложно Очень интересно У меня очень интересная работа сегодня Я так понимаю, очень насыщенная График очень разбит Конечно, конечно Ну, мы знали, что вопросов и проблем будет очень много Мы, конечно, не знали, насколько сложно будет Я говорю об этом особенно из-за всех этих коррупционных схемах Которые мы каждый день находим в разных государственных предприятиях и организациях И, конечно, я думала, что мы раньше справимся со всеми этими И сможем работать больше над программами, над новыми программами для людей Но важно, чтобы очистили государственные структуры от всех этих коррупционных схемах Чтобы мы могли сэкономить деньги И чтобы мы знали, что экономические агенты не должны кому-то там платить Они могут работать, они могут развиваться, нанимать людей на работу, платить хорошие зарплаты То есть это вещи, которыми мы занимаемся Я понимаю, что у вас очень мало времени было, у правительства очень мало времени было Вы работаете практически с июля месяца, можно сказать, да, полноценно Менее полугода Как вы оцениваете свои прогрессы? Мы понимаем, что мы не можем ждать огромных каких-то впечатляющих результатов за это короткое время Мы понимаем, что все очень сложно, но тем не менее Как вы оцениваете результаты? Я могу сказать, что мы работаем день и ночь Мы очень стараемся, мы очень стараемся, чтобы люди почувствовали результаты нашей работы Но я понимаю, что ожидания очень большие Наверное, не все понимают, насколько серьезна была проблема Мы очень много работали над тем, чтобы восстановить финансирование Потому что если бы не было финансирования, то тогда нужно было бы Внешнее финансирование, тогда нужно было сократить государственные расходы в больших размерах Конечно, это не очень понятно, потому что ничего вроде не произошло Люди не понимают, что такое недостача в 4 миллиарда с чем-то леев И не понимают, зачем они должны экономить Ну, кое-что, наверное, мы сделали Я надеюсь, что люди чувствуют себя более свободными Они не боятся, как боялись до сих пор Конечно, нужно очень много работать для того, чтобы построить реальное государство Которое работало бы на людях Я хотел задать этот вопрос в конце, но задам его сейчас И закончим с общей национальной темой И предлагаю перейти поговорить о Гагаузии Сегодня Феридуну Тюфикчи, директор лицея Аризонта в Турции Во всяком случае, сегодня появилась информация Ему дали 7,5 лет лишения свободы В этой связи, как вы думаете, с приходом нового правительства Могут ли турецкие преподаватели и граждане чувствовать себя в безопасности? Да, те, которые здесь, они могут себя почувствовать в безопасности Они не должны бояться ничего, потому что мы всех людей будем защищать Конечно, не очень многое можно сделать в отношении тех, которые оказались уже в Турции С другой стороны, мы надеемся, что прокуратура будет серьезно работать над этим случаем И я знаю, что они начали кое-что сделать, но они не пошли дальше Потому что Ботнарь, который работал... Василий Ботнарь Василий Ботнарь, который работал начальником... СИБА СИБА Он еще на свободе И, по-моему, вообще не переживает И находится в Молдове, так понимаю, так? И находится, не знаю, в республике Молдова или где-то отдыхал Но здесь у меня вопрос к муниципальной прокуратуре Потому что они занимаются этим делом И я надеюсь, что они не будут делать то, что они делали до сих пор То есть мы все ждем от них серьезного расследования Я уверен, что этого уже ждет семья Фердонати Викчи И потому что дети остались без кормильца, без семьи Предлагаю перейти к ГАУЗИ Господа Сандо, на этой неделе в ПАСЭ Вы наверняка знаете об этом Произошел такой случай ПАСЭ отказалась включать в итоговую резолюцию Парламентской особей Совета Европы Требования по принятию трех законов Интересно то, что инициатива и включение в итоговую резолюцию Этих трех заявлений по этим трем ГАУЗским законам Которые так и не были приняты в парламенте Выдвинула турецкая сторона Первый вопрос с этим связан Почему турецкая сторона И второй Каково ваше отношение к этим трем ГАУЗским законам Ну я не могу сказать, почему турецкая сторона Я могу сказать, что мы должны рассматривать эти законы в нашем парламенте Они должны, то есть не ПАСЭ должен сказать нам Какие законы мы должны принимать Без того, чтобы мы это серьезно обсуждали Чтобы было понятно Это нужно обсуждать в парламенте Нужно эту совместную рабочую группу создавать Обсуждать эти вещи, потому что эти законы могут быть поддержаны После того, как они обсуждаются А просто через решение ПАСЭ они не могут быть Опять же, апробателем Принято В этом контексте вопрос К вам кто-нибудь, после того, как вы стали председателем правительства И скажем так, одним из партнеров по управящей коалиции К вам кто-нибудь обращался или может быть к вашей партии О том, чтобы каким-то образом проанализировать и поддержать эти законы в парламенте Да, мы разговаривали с госпожой Благ Она говорила об этих законах Законы в парламенте Опять же, мы сказали, что нужно создавать эту группу Сейчас эта группа создается И я надеюсь, что там будут серьезные разговоры и будут решения Хорошо, какой был ответ госпожа Благ, что вы сказали Просто мне не совсем понятно, почему это возникло в ПАСЭ И для меня важно понять, были ли какие-то серьезные разговоры в Республике Молдова И нужно понимать, исчерпались ли все возможные варианты в Республике Молдова Я считаю, что в парламенте не исчерпали все возможности Поэтому я и сказала, что эти законы, если принимать Нужно принимать после того, как они обсуждаются в парламенте Потому что никто не может сказать нам Вот принимайте этот закон Без того, чтобы мы обсуждали эти законы То есть обсуждений как такого не было? Обсуждений не было В этом, в новом парламенте Этих обсуждений не было Включая потому, что было очень много других вещей Связанных с идеолографизацией С тем, что нужно было восстановить органы Института власти и так далее То есть были очень важные вещи Которые нельзя было откладывать И поэтому, наверное, не было этих разговоров Но сейчас наши команды в парламенте Готовы разговаривать об этом И лучше, чтобы сначала здесь поговорили А потом уже вышли за пределами За пределами последствий Ну, я тоже надеюсь, что процесс двинется с мертвой точки И вопрос, связанный с ГАГУЗским законом И вообще рабочая группа возобновит свою работу Госпожа Санду Говоря о взаимоотношениях Кишинева с ГАГУЗией При вашем правительстве Мы все помним Ну, во всяком случае, по моим наблюдениям Взаимоотношения Кишинева с Камратом Складов стало следующим образом Все основывалось на личных взаимоотношениях Лидера в Кишиневе и лидера в Камрате Если хорошее отношение правительства в Кишиневе И правительства в ГАГУЗии Соответственно, у ГАГУЗии и Кишинева Медовый месяц Ну, мы помним пример взаимоотношений Филата с Фармузалом Взаимоотношений Ирины Влах с Филиппом И наоборот Если в Кишиневе партия одного окраса И в Камрате другого окраса То создаются проблемы Мы помним импичмент Пачкана Крайтора И проблемы, которые создавались Фармузалу В определенное время Когда, скажем, пришло до того, как пришло к власти АЕ-1 Мы не видим институциональности этих взаимоотношений Между Кишиневым и Камратом Как собираются выстраиваться с Камратом Взаимоотношения ваше правительство? И как вы вообще видите выстраивание взаимоотношений Кишинева и Камрата? Я считаю, что эти отношения между Кишиневым и Камратом Не должны зависеть от личных отношений Премьер-министра и Башкана Или других людей Потому что это неправильно И должны быть институциональные механизмы Мы говорили сегодня о том, что будет заседание правительства до конца этого года Здесь в Камрате Потому что истекает срок документа На основе которого работала центральная и автономная власть в этом году И мы должны разработать новый документ Я сказала, что я смотрела на стратегию автономии И рада, что у нас общие приоритеты Когда мы говорим про качество Качественных услуг Когда мы говорим про экономическом росте И конкурентоспособности Когда мы говорим о качестве государственного управления вообще То есть у нас есть общие цели Я надеюсь, что автономия нас поддержит В реформах на национальном уровне Опять же, юстиция, борьба с коррупцией и так далее Потому что это важно не только для Кишинева Это важно и для всей страны Чувствуете ли вы, что это является тоже проектом для автономии? Мне сегодня сказали, что у нас будет поддержка Что эти вещи важны для автономии И, конечно, важны и другие вопросы Которые более конкретны по автономии Вот такие институциональные механизмы Один это рабочая группа в парламенте Другое предложение было Чтобы в кабинете премьер-министра Был человек, с которым можно было связаться легче Чем с премьер-министром по некоторым вопросам То есть вот такие институциональные механизмы Мы, конечно, готовы рассматривать И я считаю, что это правильный подход Чтобы не зависело от личных отношений Когда вы создавали правящую коалицию С одной стороны, все ожидали этого Гражданское общество очень сильно настаивало На том, чтобы Акум, наконец, создал коалицию с ПСРМ Часть общества этого не приветствует Но, понятно, есть свои аргументы Мы понимаем, что это временная коалиция Во всяком случае так заявляется Мы знаем, что время это постоянно То есть посмотрим, как это будет продолжаться дальше Были ли какие-то условия со стороны ваших партнеров Я имею в виду партию социалистов Когда вы формировали коалицию, связанную с ГГУЗИ? Не было никаких условий, кроме того, что написано в нашем договоре Который был опубликован То есть не было абсолютно ничего другого Кроме того, что написано И что увидели все с первого дня этого правительства И этого парламента Большинство в парламенте Это все вещи, которые мы там написали И это работает? Это пока что работает Конечно, есть вопросы Сейчас у нас появился второй договор Где мы говорим уже не только о деолигархизации О других реформах Юстиция там написана в деталях Потому что это самый важный И я считаю, что это будет Это может стать, не знаю, камнем преткновения То есть это самый важный элемент Нашего совместного Совместной деятельности Если будет достаточно политической воли Со стороны всех политических партий Трех политических партий Внедрять серьезную реформу юстиции То мы сможем держаться, наверное, больше Если не будет, то тогда не стоит Не будет иметь смысла продолжать Потому что самая главная проблема этой страны Это реформа юстиции Это борьба с коррупцией Реформа юстиции Недавно были выборы в ГГУСе Одно из предвыборных обещаний госпожи Влах Это построить аэропорт в Чадрелунге Как правительство относится к этой инициативе? И к появлению второго воздушного порта в Республике Молдова? Ну, знаете, есть еще идея в Бельцах Есть идея в Маркулештах Правительство должно сначала посмотреть на конкретные цифры На поток людей, пассажиров и так далее То есть мы будем обсуждать такие вещи Это большие инвестиции И такое решение должно обосновываться экономическим анализом Сейчас вы видите целесообразность этого? И пока не будет анализа, вы... Ну, опять же У нас есть предложение То есть получили предложение, чтобы было в Бельцах В Маркулештах Потому что есть какие-то инвестиции там уже есть Нужно смотреть на все это комплексно И потом решать Госпожа Санду В прессе появилась информация о том, что Бывшие демократы стучатся в двери Акумии В частности ПАС Сторонники демократической партии Движения Девлет Николая Дудогу И имеете ввиду Гагаузи? Из Гагаузи, да Вы рассматриваете возможность сотрудничества с этими людьми? Я не знаю про такое Если вы можете конкретный пример привести Потому что это первый раз, когда я слышу Ну, речь шла о господине Янеогла Господине Стоянове Людях, которые являются членами новой Гагаузи и Девлета А Девлет был близок к демократической партии Вот об этом идет речь Я не знаю конкретно про такие вещи Я могу сказать то, что я говорила и в других регионах страны Мы не будем работать с людьми, которые не соблюдали закон Которые делали вещи против людей Которые не соблюдали принципы демократии, свободы наших граждан С такими людьми мы не будем работать А с другими людьми, которые наши ценности разделяют Вот только с такими мы можем строить партию Хорошо, ваша стратегия по работе в Гагаузи Вы собираетесь работать в Гагаузи как партия? Да, мы начали У нас ситуация лучше, чем перед выборами Но мы видим, у вас есть кандидаты на местных выборах Перед выборами, конечно, нам еще много нужно сделать Для того, чтобы люди поверили Чтобы люди здесь в Гагаузи поверили в нашу команду Но я считаю, что нужно сделать работу здесь, на месте Нужно показать на центральном уровне, что мы честные люди И мы хотим работать для того, чтобы все люди нашей страны жили хорошо И тогда у нас будет больше шансов И, пожалуй, последний вопрос, связанный с образованием Вы сегодня посещали два лицея в Гагаузи Лицея имени Третьякова и румынский лицей Михаил Именевску В связи с этим у меня два вопроса Первый, по поддержке правительства, связанного с изучением румынского языка в Гагаузи Вы знаете, что с этим очень серьезная проблема Население Гагаузи, скажем так, не владеет в должной степени румынским языком И второй вопрос, связанный с изучением гагаузского языка Есть ли у вашего правительства какое-то видение И этот вопрос я вам задаю как человека, который возглавлял систему образования долгое время в Республике Молдова Видение того, как можно улучшить ситуацию с изучением румынского языка в Гагаузи И, естественно, продвижением гагаузского языка в автономии Я могу сказать, что когда мы уходили из Министерства образования У нас была программа для обучения румынского языка Для которого не нашлось денег и ничего хорошего не случилось после этой программы Сейчас, даже сегодня и до этого мы говорили, особенно в Гагаузии, чтобы мы написали программу, которая в то же время изучала То есть помогала изучать гагаузский язык и румынский язык вместе Мы начали разговаривать с внешними донорами, потому что нужны дополнительные финансирования здесь Включая, мы поговорили с нашими партнерами в Бухаресте И сегодня несколько человек сказали, что они хотят поучаствовать в этой группе людей Которые будут эту программу разрабатывать Деньги нужно найти, и я считаю, что мы сможем найти внешнее финансирование на это Самое сложное здесь это учителя Потому что нет достаточно учителей румынского языка Мне кажется, что ситуация чуть-чуть лучше с учителями гагаузского языка То есть здесь нужно уже более комплексный подход Чтобы у нас были учителя всех предметов и особенно этих языков И вопрос, связанный с гагаузским То есть понятное дело, что румынский язык это приоритет правительства И мы понимаем, почему правительство должно вкладывать в изучение румынского языка с гагаузским языком Вы считаете, что правительство должно брать, скажем так, первенство в этом вопросе Или все же этот вопрос должен решать правительство региона или исполнительный комитет? Я считаю, что правительство должно работать над этим и сделать все, что может Для того, чтобы создать условия, чтобы дети знали, разговаривали по-гагаузски Это европейская политика всех стран То есть тот факт, что есть автономия и свое региональное правительство Не складывает ответственность правительству Республики Молдова Это ваше вопрос? Нет, конечно, но мы должны работать вместе Господа Александр, я благодарю вас за это интервью Спасибо И желаю вам удачи на посту премьер-министра Спасибо 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 Спасибо